Дорогие коллеги, сегодня мы пишем статью для Ваковского издания. Я выбрал тему, соответствующую научным интересам, на стыке филологии и искусствоведения, живописные образы, поэме Сергея Сергеевича Аверинцева, «Благовещение». Такое название хорошо, потому что в нем сразу видна проблема, поставленная в статье. Например, название поэмы Аверинцева «Благовещение» и ее живописная образность или отсылки к живописи в поэзии Аверинцева были бы хуже, потому что по этим названиям казалось бы, что тема не будет исчерпана в статье, что, допустим, в статье вскрыты одни какие-то образы, аллюзии или отсылки, но не вскрыты другие. Тогда как формулировка предметная, представляющая собой одну тему, одно смысловое подлежащее, что именно раскрывается в статье, идеально подходит для названия статьи. Сразу напишем несколько фраз аннотации и ключевые слова. Потом мы, конечно, уточним аннотацию по ходу нашего исследования. Ключевые слова желательно для простой ваковской статьи не больше пяти. Это будут такие слова, как духовная, современная русская поэзия, духовная поэзия, экфресис, правильно это слово произносить с ударением на «э», Аверинцев, живопись в поэзии. Ключевые слова нужны, чтобы специалисты из смежных областей нашли вашу статью и обратились к ней. В аннотации мы пишем, прежде всего, исходя из того, что поэма экфресисом в чистом виде не является. И отсылки к ней, к живописи, достаточно ограничены. Это будет наша рабочая гипотеза. И мы сразу же приступаем к делу. Живописная образность в поэзии Аверинцева является факультативной как по собственным признаниям автора, так и по ее действительной функции в художественном целом. Вместе с тем, поэма «Благовещение», опубликованная как новаторская для тогдашней системы, тогдашней официальной системы литературы. обращается как к привычкам широкого читателя воспринимать европейскую живопись, так и и к творчески перерабатываемым традициям большой поэмы, непременно включающие описание как род отступлений. Таким образом, новаторство проявляется прежде всего в особом концентрированном изложении библейского сюжета, а визуальные отсылки приравниваются к размышлениям и что способствует достижению особого медитативного эффекта. И мы, как видите, как аннотация строится. Сначала дается тезис, потом оговорки для этого тезиса, потом из этих оговорок развивается некоторый новый сюжет, как работает новаторство. Такая медитация, обращаясь, значит, хотя слово обращается уже было, ботая с другими привычками, восприятия размышлений, включая длительные размышления над живописными композициями, творчески их преобразует, превращая в ключи к пониманию не только сюжета, но и организации драматического конфликта. Так как сюжет Благовещения может быть понят только как драма одного типа только как драма одного типа драма спасения живописная образность становится своеобразной феноменологии спасения позволяю уточнить как именно спасение может мыслиться своей фактичности. Таким образом поэма Аверинцева Благовещения хотя и представляет собою на первый взгляд свободное размышление неблагочестивое размышление над известнейшим библейским сюжетом что не допускает сюжетных отступлений но только интеллектуальные представляет собою вклад в решение одной из ключевых богословских проблем двадцатого века проблем и фактичности откровения и живописные отсылки и размышления уточняют не столько наше эмоциональное отношение к готовому факту сколько границ восприятия факта смотрим сколько у нас получилось знаков запускаем инструменты 1656 знаков обычно аннотация в 1500 знаков является достаточной для ваковских изданий поэтому пока остановимся на этой аннотации ключевых словах не забываем что поля слева 3 сантиметра поля со всех остальных сторон 2 сантиметра вы не забыли выставить это в документе абзацный отступ по всему документу 1 и 25 кегль используется 12 гросс цицеро как называют его типографы большой цицерон или гроба цицеро как назвали это русские наборщики в девятнадцатом веке но аннотации ключевые слова делаются с шагом в два то есть десятом корпусном кеглем это связано с тем что нам и название и данные об авторе и аннотации ключевые слова нужно будет еще перевести на английский язык для басцитирования поэтому мы так как редактор должен на первой странице увидеть все эти элементы то уменьшаем и делаем десятый кегль тогда как всю статью будем писать двенадцатым кеглем итак начинаем писать прежде всего обратимся к факту тезисному где именно была опубликована поэма Аверинцева потом введем антитезисный факт кто была целевая аудитория и как она могла быть воспринята а после этого третий абзац сделаем синтетическим то есть выясняющим что именно поэма при сравнительно традиционном ее стихе делает с опытом читателя и каждый абзац базовая структура абзаца это три фразы причем первая и вторая находятся в отношении параллелизма подлежащие сказуемые второстепенные члены и во второй то же самое то есть мы находим параллели между чем-то одним и чем-то другим тогда как третья фраза находится в отношении хиазма то есть тот предмет о котором говорится в конце второй фразы о нем говорится в начале третьей фразы а конец третьей фразы перекликается с началом второй фразы это базовая структура абзаца из трех фраз разумеется абзац содержащий более подробное рассуждение может включать в тебя 4-5 фраз бывают также ударные абзацы из двух фраз несколько таких абзацев мы употребим в нашей работе когда будем давать новые понятия или наиболее ударные темы я называю их ударные абзацы отличая их от стандартных абзацев итак работаем значит поэма С.С. Аверинцева благовещения открывшая третий номер журнала новый мир за 1990 год поразила как первое в официальной печати первое в официальной печати произведение полностью посвященное библейскому сюжету отечественного автора дальше значит она открыла значит и вторая фраза тоже должна начаться с какого-то открытия важно было что библейский сюжет используется библейский сюжет оказался не поводом к размышлениям философского или житейского характера или тоже не поводом к философским или или социальным размышлением но самостоятельной ценностью постустойчивое обращение к которой организует как художественную ткань поэм поэм так и приоритеты внимания к деталям на деталях мы закончили детализация детализация включала в себя хиазм делает там детали и здесь начинаем с детализации включала в себя и описание сцены напоминающие описание картин но в отличие от привычных поэтических размышлений о живописных произведениях хотя слово размышление уже было от обычных поэтических переживаний живописных произведений эти описания не выглядели как реконструкция картины или указание на ее стилистическую стратегию наоборот они и были как будто необязательными что автор потом подтверждал неоднократно комментируя другие свои поэтические произведения дальше я вставлю цитату о Веласкесе о его распятии о том что можно представлять его или нет когда я ее найду в источнике пока оставлю в скобках Веласкес и мы пойдем дальше в результате в абзац получился немножко больше но это не страшно для вводного абзаца который настраивает на длительное чтение следующее значит такое отношение к живописи при разговоре на библейские темы темы шло вразрез со сложившейся традиции библейские в которой например пастернак смог опубликовать в советской печати библейские стихи из романа под общим заголовком картины старых мастеров тем самым библейский мир оказывался оправдан как часть той художественной идеализации которая согласна советским критикам и должна была и превращала старую живопись в один из источников вдохновения для советского человека но независимо от пожеланий критиков отношение между значит библейским повествованием и живописной иллюстрации иллюстрации оказалось в советское время перевернутым не библейский текст в целом неизвестный или малоизвестный широкой образованной публике в целом по цензурным причинам неизвестный или малоизвестный широкой образованной публике становился ключом к пониманию живописных сюжетов старых мастеров хотя мастера уже были поэтому старых художников писных сюжетов художников далеких веков сделаем старые уже было два раза но напротив узданные при посещении Эрмитажа сюжеты и персонажи встраивались в Библию которую только еще предстояло прочесть при этом заметим что живопись не остановилась от этого Библии для неграмотных скорее наоборот она превращалась в основную грамоту которую с помощью которой читалась и Библия мы имеем дело не с миром визуальной передачи знаний а вполне грамматического их членения поэма Аверенцева третий абзац уже начинаем второй тоже получился довольно большой поскольку он дает некий исторический отличается тем что в ней мы в ней толкование Библии оказывается ценностно и содержательно приоритетным в сравнении с любыми живописными образами вся поэма построена тут параллелизм как изложение библейского сюжета с указанием как на психологические и интеллектуальные реакции жи так реакции персонажей так и на тот интеллектуальный настрой которые должны принять мы наблюдая эту сцену который должен принять читатель наблюдая эту сцену и дальше сделаем попытаемся хиазм сделать с резким при этом контрастом что это не экфросис а что-то прямо противоположное не оживление сцены то есть на слове сцена закончили начинаем как в экфросисе в экфросисе но наоборот определенное оживление ума при восприятии сюжета как факта особого рода то есть сцена и сюжет там сначала в начале слова сцена значит сюжет в конце во второй фразе слово сцена здесь наоборот слово сцена в начале слово сюжет в конце при восприятии сюжета как факта особого рода и какого именно нам и предстоит выяснить в данной статье вот мы построили идеальный трех абзац статью у нас пока в статье написано около трех тысяч знаков аваковская статья занимает двадцать тысяч знаков попробую написать такую статью прежде всего поинтересуемся что Аверинцев сам думал об Экфросисе набираем Аверинцев Экфросис в частности он ссылался на работы Брагинской об Экфросисе значит в частности он в значит в работе книги риторика истоки европейской литературной традиции есть ряд статей где Экфросис упоминается вот сейчас посмотрим как это упоминается вот в статье риторика и судьба европейской европейской литературной традиции значит риторика и судьба рационализма вот что говорится нечет нечет значит Аверинцев не раз обращал внимание на то обращал внимание на то что Экфросис полностью чужд библейскому повествованию в котором любые описания прагматичны но составляет необходимую часть античной литературы как системы дальше можно привести пару цитат из риторики значит библейскому миру как значит замечает Аверинцев Экфросис просто оказался бы непонятен ведь он пред он предполагает такую степень объективирующего описания которую не может достичь пророческое слово всегда взывающее обращающееся или спорящее потом ссылки дадим пока что мы пишем костяк статьи и опять мы видим обращал внимание Экфросис просто оказался бы непонятен казался обращал внимание все эти глаголы визуального восприятия здесь запараллельно здесь параллелизм и третью фразу абзаца пишем по принципу хиазма тогда как споры античных риттеров требовали соблюдения правил и экфросис также проистекает из духа правильной упорядоченной речи как как фигуры или как и фигуры тропы перечислить значит разного рода излишества которые просто непременно должны обратить на себя внимание ведь для древнего грека свободная речь это прежде всего заметная речь и не будучи уполномочен богами на свое выступление он живет заметно ради дружбы с ними вот мы емко и кратко пересказали позицию веренцева соблюдя трех фразовый принцип построения статьи абзацев статьи дальше значит скажем немножко о благовещении о том что это за сюжет и для живописи и для всего и связи кстати с темой дружбы но сюжет благовещения это сюжет дружбы особого рода той дружбы неба и земли дружбы при котором выяснение отношений между ними ветхозаветная ветхозаветная ревность впервые сменяется разговором о грядущих событиях именно этот именно такой диалогизм благовещение как не только форма но и содержание этого факта этого событийного факта привлекал внимание был понят был полноценно воспроизведен в византийской литургической традиции исследованию которой Аверинцев уделял повышенное внимание и пишем третью фразу здесь немножко более тонко без хиазма значит поскольку событийный факт это новый наш термин который мы ввели из подволь и неожиданно это уже довольно сильная такая акцент внутри абзаца поэтому скажем третью фразу сделаем как можно более простой основанный даже на перечислениях после ударного какого-нибудь нового термина неожиданного такого заумного событийный факт нужно следующую фразу сделать развертой большую но сложно сочиненную с простыми словами и простыми связями между словами так в проповеди псевдозлатоуста или канон феофана на благовещение представляют собой от начала до конца диалог ангела архангела и девы марии значит ну что необычно как для гомилетики так и для литургической геомнографии такой диалог более того не просто раскрывал подробности сюжета отвечая устройству самого сюжета мы как бы спорим с теми кто скажет ну а что действительно там вот этот чудесный ангел там и дева мария проговорили это ну и определяет границы благовещения как фактор как фактор для возможного художественного изображения так это легко доказывается тем что любая попытка понять благовещение иначе например как любовную встречу в гаврилиаде пушкина приводит к деформации диалога к превращению его в монологи заведомо разрушающие логику других монологов и утверждающие себя в своей принципиальной недеалогичности итак мы видим что у нас фраза из двух абзацев почему потому что эта фраза полемическая и здесь мы утверждаем и она ударная то есть мы говорим о том фактически вводим несколько новых тем о том что диалог это структурная а не сюжетная особенность и что нарушение диалога и вне библейское понимание благовещения альтернативное ну например вот предложенное пушкиным в гаврилиаде то что мы знаем для которого в момент написания этой поэмы конечно там важнее были любовные приключения чем смысл там библейской истории спасения если мы поймем все в духе пушкинской гавриалиады любовных приключений мы просто нарушим и саму фактичность значит и власть и власть над событиями теми то есть почему говорили ада пушкина ну не может рассматриваться как толкование библии не только потому что это весьма фривольное отношение сюжет фривольные символы тоже могли использоваться для толкования библии и песня песня в конце концов тоже библейская книга но потому что эта фривольность разрушила идеологичность да идем далее начать и так тему фактичности мы постоянно как видите здесь поддерживаем в настоящий момент у нас написано где-то пять тысяч знаков статьи то есть одна четверть от того объема который требуется в Аковских журналах поэтому продолжим писать дальше но при этом учитывая что мы потом можем пополнить что-то цитатами или дополнительными какими-то оговорками именно значит поэма Аверенцева начинается не с диалога как такового и не с пролога на небесах но с описанием и дальше соответственно приводим цитату значит вода отстаиваясь отдает осадок дну и глубина яснеет это не описание произведений искусства а исключительно предмета которое тем самым может быть включено как в мир в мир библейской словесности так и эллинистической литературы значит такое краткое описание оказывается ключом к евангельскому смыслу благовещения рев библейская ревность ветхозаветного бога сменяется недоумением о подробностях его явления среди людей значит если библейский бог является внезапно в виде вспышки огненного столпа или веяния ветра то здесь явление оказывается неспешным выдержанным как будто сам бог медитирует в собственном явлении тем самым единственная параллель такому водному явлению в ветхом завете руно гидеона и именно оно как прообраз благовещения медленного обещания будущих великих благ новое и парадоксального обещания будущих великих благ стало опорным образом мотивом второго библейского благовещенского стихотворения Аверинцева оно называлось благовещенская песня сейчас я посмотрю оно тут у меня выведено да благовещенская песня где параллелизм явления ангела гидеону 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 и марии значит подтвержден как обещанием неведомого и опасного пути в обеих случаях обоих случаях так и требованием кротости перед лицом опасностей которая в случае гидеона необходимая тактика его поведения а в случае Марии уже черта ее характера а веренцев не раз отмечал в своих исследованиях эллинистический смысл понятия характер также чуждый библейскому совершенно чуждый библейскому миру и поэтому благовещение оказывается одновременно окном в эллинизм и способом толковать эллинистическое наследие в том числе и европейскую живопись восходящую контичной культуре экфрасеса и самодавляющего любования уже совершающимся спасением значит как видите абзац получился большой и перелом не уделяется Гедеона руно Гедеона тире и именно оно то есть фактически открывается как бы второй абзац получается двухчастный абзац обычный я два примерно двухчастных абзаца употребляю на одну статью потому что они выглядят увлекательны они заставляют читать статью как роман дальнейшее развитие стихотворения и шихот поэмы подтверждает это сближение идей кротости и эллинизма идеи кротости как черты характера и эллинизма как способности характерному в кавычках потому что характер это черта начертанию греческое характер черта след черта царапина след начертанию умению скудными средствами передавать сложную реальность далее и идет аскетическая картина которая может быть воспринято как экфросис хотя и как критика экфросиса изнутри значит межголых до часто отмытых стен где глинян пол и низок свод в затворе меж четырех углов где отстоялась такая тишина что каждой вещи возвращена существенность где камень воистину есть камень в очаге огонь воистину огонь в воде вода воистину вода и в ней есть память бездны осененной духом то есть получается очень интересно что вроде бы это описание но при этом описание показывающее возвращение вещей к своей сущности в отличие от экфрай отличие от экфрай сезе в котором показывается оживление изображенных вещей их заведомая благая ситуативность здесь вещи могут создать ситуацию только вернувшись к себе они не оживают а сосредоточиваются сосредотачиваются на себе представляют собою то состояние полного успокоения о котором медитация может только мечтать заметили риторический прием амплификации то есть раз раз не просто создать ситуацию средоточиваются на себе представляют собою то есть постоянно такое нагнетание сначала вернулись потом сосредоточились гоним гоним как стадо такое быков быстро быстро о котором медитация может только мечтать значит само значит конечно для автора это единственный способ передать начинающуюся общую ситуацию нового завета в котором бог говорит с людьми не через стихия огонь или ветер но непосредственно человеческими словами на это свойство новозаветной религиозности а веренцев тоже обращал внимание в результате изображение вещей вернувшихся к себе следует понимать не как метафизику вещей но как вариант отказного движения единственный из авангардных приемов на которые а веренцев прямо ссылается в своих научных исследованиях тем самым мы вещи успокаиваются не для того чтобы выразить божественное спокойствие а наоборот чтобы показать что бог уже не будет действовать через них но будет говорить с людьми лицом к лицу но будет там говорит уже будет но будет беседовать с людьми лицом к лицу но зачем понадобилась картина самого помещения я разрешаю из риторических вопросов на статью задать один риторический вопрос в первой или последней фразой абзаца и один риторический вопрос в середине в случае если эта фраза ударная то есть вводит одно или два новых или не очень новых привычных понятий лимит в результате пока у нас исчерпан только частично один риторический вопрос мы сейчас задали но зачем понадобилась картинка на самого помещения риторический не в смысле что он риторический в в в обычной риторике то есть если бы мы писали статью это был бы законный вопрос мы ответа не знаем но он риторический в контексте всего исследования потому что в исследовании будет дан ответ значит это риторический вопрос заведомо раз исследование обещает дать ответы на все вопросы очень просто потому что явится не бог а ангел то ангел обладает прежде всего пространственными характеристиками точнее осуществляет критику пространства а веренцев хорошо знал основные достижения отечественного богословия области ангелологии достаточно достаточно указать на учение Алексея Федоровича Лосева об ангелах как об инобытии божественных замыслов тем самым первозданно пространственных раз и на бытие отграничено от бытия или на учении Сергея Булгакова и его последователей последователей о том что бытие ангелов прямо следует из софийности материи раз само творение есть осуществление разумного премудрого в скобках софийного замысла хотя раз уже было поэтому если разумного премудрого в скобках софийного замысла то ангелы появляются необходимо в самый момент начала творения даже не обращаясь к сложным аргументативным построениям Булгакова или Лосева Аверенцева можем уверенно утверждать что для Аверенцева явление ангела должно было сопровождаться размышлением над свойствами пространства Аверенцев Аверенцев не метафизик чтобы рассуждать о внутребожественной божественной но он достаточно внимателен чтобы говорить о другой идее пространства не вспыхивающей при появлении или реализации божественного замысла но принадлежащей уму живописца понимание идеи как художественного замысла обязана как доказал Пановский в своей книге в своей известной книге лечь идет о книге идеи мы ее включим в библиографию и дадим ссылку обязана как доказал Пановский свои перипетиям живописной риторики в эпоху возрождения и поэтому явно нужно обратиться к живописи возрождения чтобы найти источник возможного вдохновения веренцева или возможный ключ к тому выстраиванию фактичности которая далее продолжится в поэме допустимый ключ то что возможно уже было далее продолжится в поэме видите здесь у нас два две фразы в абзаце но поскольку обе фразы построены на контрасте и в них в каждой фразе есть сюжет что первая фраза что Аверинцев не метафизик но там теоретик искусства а вторая фраза что есть хиастическая что есть теория искусства Тампановского и следовательно благодаря ей мы объясним что там у Аверинцева конечно ближе всего к такому изображению значит кельи Девы Марии фрески Фрабиата в монастыре Сан-Марко во Флоренции именно там мы видим голые стены там отсутствуют какие-то предметы какие-либо предметы и содержание фрески полностью согласуется с ее употреблением для молитвы и медитации влияние влияние Фрабиата Анжелико на программу описаний в поэме Аверинцева становится несомненным после строк после строки стоит недвижно на молитве Дева В большинстве изображений в тексте Евангелия от Луки ничего не сказано о занятии Девы Марии во время благовещения а большинство изображений изображают Деву Марию сидящей за рукоделием или раскрытой книгой При этом чтение книги трактуется как изучение пророчеств то есть приготовление себя к неожиданным словам Архангела а вязание как один из символических образов непорочного зачатия пессименного зачатия образования ткани только из девственной крови значит посмотрим фрески фрабиата их несколько кстати на эту тему потому что дальше мы введем другой мотив а именно коронование Девы Марии у фрабиата но это подождем у нас еще есть время мы пишем статью в большинстве случаев дева сидит значит только только на одной фреске фрабиата дева стоит на значит на специальной молитвенной приступочке ной фрески беата дева стоит на специальной молитвенной приступочке скрестив руки и удерживая книгу в разговоре с архангелом таким образом перед нами экфритис фрески фрабиата но экфрисис сам подрывающий свое основание молитва оказывается не столько темой изображения сколько единственным актом воли который сделал возможным в том числе и это изображение сейчас у нас написано значит если вы читаем одиннадцать тысяч знаков примерно нужно нам еще девять тысяч знаков библиография и аннотация обычно в счет знаков не идут у нас осталось сорок минут два часа мы пишем ваковскую статью за это время попробуем написать этот этот текст значит далее и отказ от экфрасиса значит внутренний подрыв экфрасиса усиливается подрывом основы восприятия экфрасиса а именно гедонизма наслаждения изображением молитвенное сосредоточенность девы девы Мария раскрыто в словах вкушать и обонять и осизать кавычки единого Бога если эти слова в контексте эллинистической культуры могли бы обозначать всю гамму иллюзорных впечатлений которую значит внушает живопись театр и правильно построенная риторическая композиция речевая композиция то есть здесь они оказываются частью внутренней жизни которая только и делает возможной верно относиться к верности Бога если верность Бога в Библии сладостна закон Божий сладостен то и верность Бога упомянутая строкой ниже как итог ГВ вывод из медитации Демы Марии двумя строками точнее ниже оказывается наслаждением так создается гедонистическая предпосылка диалога совершенно несовместимая с риторическим гедонизмом или мистического типа Дальше идем по поэме и значит смотрим значит значит описание вида кельи возобновляется после длительных отступлений сравнивающего близость Бога в новозаветном мире с там и с верхним заветом и с эллинизмом сравнивается с значит с невыносимостью богоявления в ветхом завете иллюзорностью боговидения падшего падшим адамом и языческими космологиями подразумевающими разнокачественность и значит опосредование пространств мы должны вернуться заведомо пространство не иллюзорное и простое а веренцев добивается такого эффекта не мог бы добиться такого эффекта продолжением уже данного описания эффекта фактичности продолжением уже данного описания поэтому значит 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 оно дается динамичнее и экфресис не экфресис приобретает новое качество меж голых стен меж четырех углов явился затворенную без звука минуя дверь и словно проступив в пространстве наших из иных глубин непредставимых волей дав себя увидеть тот чье имя божья сила итак значит сейчас у нас написано 12 с половиной тысяч знаков и объясняем значит минование двери не вытекает из рассмотренной фрески видно как на рассмотренной фреске где стена заменена колоннадой при сохранении единой структуры свода и на рассмотренной фреске нефребиата где где стена со стороны Архангела заменена колоннадой при сохранении единой структуры свода. Ну, это же можно сказать и обо всех остальных изображениях Благовещения у Фрабиата. Везде Архангел проходит через колоннаду. Запертой двери там просто быть не может. И хлопающей дверью там просто быть не может. Но колоннада, как мы знаем из христианской иконографии, точка с запятой, один из вариантов условного изображения закрытого помещения. Фрабиата соединяет в одном пространстве средневековую иконографическую условность и вполне реалистическую перспективу стены со стороны Девы Марии. Тем самым значит И поэма Аверинцева и поворот в поэме Аверинцева оказывается понятен. Дева Мария слишком хорошо знала все условности условные знаки присутствия Божия но ей необходимо было принять фактичность этого присутствия. Аверинцев дает экфресис всех фресок всех изображений благовещения у Биата Анжелико это уже новый абзац сделаем так на что указывают слова из иных глубин никаких глубин нет на фреске из Сан-Марка кроме символической глубины молитвенной медитации но на других фресках есть и затворенный сад и затворенный рай и благословение Бога Отца и небесный свет и звездный свет и это присутствие иных глубин композиционно необходимо но и этот множественный экфресис оказывается спорен оказывается что Архангел предпринимает специальные усилия чтобы стать видимым и при этом и для этого рассказывает и нам смысл собственного имени вот это невозможно в экфресисе где условием видимости оказывается сама живописная плоскость а не какие-либо ее отдельные элементы равно как и привилегии именования не принадлежит герою изображения но оказывается заранее известна исходя из изображенной ситуации или объяснена исходя из изображенной ситуации как в начале Дафниса и Хлоя где экзегеза картины объясняет ее сюжет так как картины первоначально были посвятительные отдавались в храмы в честь чудесного спасения то языческий экзегет объяснял изображение как действительно исполняемое спасение таким образом следующий абзац а веренцев показывает что значит кроме условий видимости предметного мира необходима необходима фактичность самого диалога который начинается с окликания по имени окликание по имени вроде услышь Израиль фраза употребленная в другом стихотворении веренцева значит ад это другие разобьем разобьем было началом любого библейского ветхозаветного диалога но превращая окликание в самопредставление а веренцев показывает отличие ветхого завета от нового завета а именно что любое сообщение о событии в ветхом завете может быть понято в новом только как фактичность вещи если событие проверяется ходом дел и требует новых окликаний то раз и навсегда состоявшееся окликание и образует мир факта значит у нас осталось 20 минут написано 15 тысяч знаков осталось 5000 знаков мы может быть напишем немножко меньше потому что все равно потом обогатим это цитатами некоторыми другими осталось на самом деле одна значит одна на самом деле мысль это то что происходит дальше значит и значит так дальше и описывается видимость архангела гавриила как космическая видимость дальше можно привести цитату значит значит вот тут он видим был в пространстве но пространство давая меру все слова заимствованы вроде меры и устава заимствованы из эллинистического лексикона вроде меры устава или кристалла заимствованы из эллинистического лексикона но поставлены на службе раз и навсегда утверждаемой видимости и фактичности значит дальше идем по тексту значит он окликает деву Марию как звезда звезду и эллинистическая фактичность продолжает свое триумфальное утверждение далее значит и далее диалог построенный как интенциональный имеющий ввиду раскрытие молитвенной и медитативной интенции Девы Марии в качестве ее дальнейшего послушания предназначения как ее дальнейшего предназначения учения послушания Богу выстроен с постоянными отсылками к языческому девству и учтивости неба к злу языческого девства и учтивости неба на образах звезд ликовали звезды при сотворении мира так ликовали звезды при сотворении мира и при этом весть архангела сообщает не о звездной славе но о действительном решении Бога и дальше цитат о не лесть ни слова о славе звездной все о Боге только о Боге здесь мы можем увидеть сам третий и самый интересный экфрасис не экфрасис не экфрасис а именно изображение тем же фра Беата Анжелику коронованием я Девы Марии непосредственно Бог возлагает корону а свет звезд заглушаем светом исходящим от торжествующей двоицы тогда сразу снимается вопрос как соединяется в мире поэмы Аверинцева звездная слава и осуждение языческого поклонения звездам если это нельзя достигнуть как это средствами которые употреблялись в византийской гимнографии христианской указанием на принципиальную разницу ситуации ведь теперь все видимо из ситуации благовещения если все видимо из одной ситуации то логичнее всего как раз описать наиболее торжественную и необычную ситуацию нет всего сделать ее мерой наиболее необычную торжественную ситуацию уже запредельную по смыслу неописанную нигде в Библии но принимаемую как факт коронование Девы тогда действительно свет звезд самого начала разбросанных Божьей волей по небу скиданных волей Божьей по небу не противоречит отказу от звездной славы так как этот отказ совершается как факт требующий простого принятия как некоторая самоочевидность этического факта и третий экфросе фрабиато переживает ту же судьбу что и первые два мы видим осуществление славы но видим что оно полностью принадлежит этическому выбору героев а значит не нормативно для нашей этики как при обычном экфросе экфросе но изумляет как факт с которым должно считаться и наша этика таким образом поэма Аверинцева оспаривает привычное обращение к наследию европейской библейской живописи вычитывающие из нее только ситуации и превращающие их в своеобразное руководство к действию или интерпретации групп ситуации теологическо-богословская и значит философ философско-феноменологическая проблема фактичности находит в поэме Аверинцева завершенное и последовательное решение с помощью своеобразного каскада снятий к фразису в чем можно увидеть своего рода философские филологические искусствоведческую эдетическую редукцию эдетическую редукцию эта редукция охватывает целый ряд установок привычных нам при трактовке библейских сюжетов от исторических до этических и производит снятие эффектов этих трактовок тем самым мы получаем значит особую мы получаем Аверинцев при этом искусственно использует интеллектуальный потенциал византийской гимнографии гимнографии которая создала модель медитативности позволяя благодаря типологической аллегоризе требующую значит создала модель медитативности позволяющую посмотреть со стороны даже на саму медитацию и значит очертить границы воспринимаемого при медитации факта так поэма став метакритикой как стратегии экфорсиса так и стратегии сюжета оказывается оказывается образцом философской поэмы на известный сюжет смотрим количество знаков у нас 20 015 знаков включая аннотацию аннотация обычно не идет в счет но какими-то цитатами мы дополним мы можем поздравить нас тем что завершили работу даже за 10 секунд потом перейдем к оформлению этой самой статьи